Теперь перейдем к следующему докладу. У нас по программе Ольга Алексеевна Назарова. Так, и мой доклад посвящен продолжению истории про политики, которую я каждый год здесь рассказываю в разных частях. Значит, в истории искусства мы все имеем дело с роскошным представлением о том, что политик в XV веке неизбежно сменяется тем, что в русскоязычной литературе приучило название «алтарные картины», или по-итальянски это называется «Пао Квадро», то есть алтарным образом нового типа. Эта смена на протяжении большей части времени рассматривалась с позиции формально-титиристических и оценивалась как, на самом деле, прогрессивно, как результат применения алтарного образа, во-первых, ордерные регулярные рамы, отражающие новейшие изменения в архитектуре, перспективы, как новых способов организации пространства образа, и нидерландских изобразительных мотивов для создания фонового пейзажа, который сменил собой золотой фон. Более того, этот переход, эта смена готического политика алтарным образом нового типа представлялась тотальной и неизбежной. И действительно, если мы рассматривали фоэтийскую живопись, где этот тип зародился, то эта схема более-менее работает, однако за пределами Флоренции политик не исчез полностью и встречается вплоть до первой половины XVI века, и можно сделать предположение, что он сохраняет свою актуальность вплоть до контрреформации. И цель издачного доклада показать, что он встречается не в качестве рудимента, где-то на художественном рефере искусственного возрождения, а, напротив, были причины, которые условили его продолжающуюся актуальность. До самого недавнего времени масштаб этой популярности политик и позднего был совсем неочевиден. В первую очередь в силу того, что, как мы знаем, политик – это одна из наиболее уязвимых формулей и ниссансных живописей, в зависимости от того, были они созданы в XIII столетии или в XVI. После контрреформации ни те, ни другие уже конд значения не использовали. Начиная с XVII века, в особенности в XVIII и XIX, их произвольно разделяли на отдельные составляющие и уже продавали отдельные образы в качестве картин в главный музей и частные коллекции. Более того, если мы видим фрагмент политика, то XIII и XIV века, то по нему более-менее понятно, что он является частью более крупных целей. Но если мы где-нибудь попадем в фрагмент от политика написанного уже в новом стиле, в более позднее время, то, кстати, не сразу мы возьмем, что он часть чего-то более крупного, что, собственно, и происходило в истории искусства на протяжении довольно долгого времени. И массовая реконструкция разрозненных политиков началась относительно недавно. И, конечно, сначала она сосредоточена на ранних памятниках, и вот относительно недавно стали реконструироваться в большом количестве политики конца XV и начала XVI века, благодаря мобилизации, цифровизации и так далее. Благодаря этому мы теперь располагаем довольно значительное количество реконструированных образцов, в том числе и поздних, которые дополнили архивными материалами, и мы можем делать определенные выводы. Итак, мы можем оценить масштаб распространения политика, и, сопоставляя поздние политики с ранними, мы имеем возможность выявить константы этого формата. Константы, которые не меняются на протяжении всей истории его существования, и, как следствие, оказываются самыми важными несущностями для ударных образов. И в подтверждении его значимости, да, этого формата, я приведу два примера. Пример вот того, как самые высокие просвещенные патроны, которых есть выбор, да, и в распространении которых находятся лучшие художники, делают сознательный выбор в пользу именно этого формата алтарного образа. Значит, первый пример – это алтарный образ, который Иоаннский герцик, алтарик Сфорца, заказывает Петр Беружина. Он его заказывает для отца и капелла, как и капелла, посвященная святому Михаилу Архангелу, в памятниской чертозе. То есть в принципиально важном памятнике. Значит, сейчас это произведение имеет три птиха, но это связано с тем, что все остальные части просто сейчас существуют отдельно. Петр Беружина не успел закончить это произведение, поскольку в 1499 году в Мелагоно первыми французскими войсками, и для его завершения позже были привлечены фрагментами Мариотто Альбертинелли, флорентийские художники, которые создали второй ярус этого политика, где было изображено в Луговещине и в Занкт-Петербурге с Христа. Второй пример, который у меня был на заставке, это алтарный образ, заказанный для главного алтаря. Церковь Санте Апостоли Фримми, его заказывает будущий папа Юрия II, бытный свой кардинал Муделла Робер, когда после избрания его дяди папой Сикстом IV, там Жулянда Робер получает самого кардинала, и с титульным цехом даже двери Церковь Санте Апостоли, и Санте Апостоли, который становится, конечно, объектом его интенсивного патронажа. И вот в рамках этого патронажа он заказывает алтарный образ и, как мы видим, тоже делает выбор в пользу двухъярусного и многочастного политика. И мы можем предположить, что политик сохраняет свою актуальность в первую очередь с точки зрения тех возможностей, которые он предлагал для реализации программы. Значит, мы можем сравнить вот эти памятники с памятником, созданным в 70-е годы, для того, чтобы увидеть, что вот эти поздние политики – это пример не только того, что называется Севарно, а выживание, но они и продукт определенной трансформации. А в этой фоне демонстрируют, скорее, именно выживание, так как по своей сути, по своей структуре – это готическое произведение. Нас он должен оканувать изобразительный язык отдельных панелей, в особенности нижнего яруса и пределы, где тоже есть архитектурные всякие мотивы. Этот язык действительно за 15 века соответствует особенностям фиражской школы со всеми ее затеями, но эта конструкция как целая не только сохраняет много-многоярусность, но и готическую разновысотность, готические архитектурные элементы, фигурные завершения, которые мы сейчас видим реконструированными, они не сохранились, но как раз вроде при фоне был регонструирован. И мы видим, что в фигурах второго яруса сохраняются золотые фоны, хотя и фигуры из них наступают очень иллюзионистические, как он, например, святый флориан, который скоро будет красить его сапога за границей иллюзорным пространством. Используются фигуры в ракурсах. Эти ракурсы соответствуют положению внутри политика, то есть эти фигуры второго яруса смотрят на нас сверху вниз, а мы на них слегка снизу вверх. То есть все эти ренессансные новации тут применяются и очень свободно используются. Но сама структура, сама структура техническая, которая обеспечивает ее устойчивость, она традиционная, классически, это контрфорсы и пределы. Напоминаю, что система контрфорсов и пределы – это именно система конструктивная, она позволяет всей этой конструкции держаться и опираться на удар. Соответственно, ее, эту структуру, которая внедряет ренессансные живописные новации в готическую структуру, форму полюптика, мы сравним, ну, тут много, да, его очень интересный разгляд по частям, но мы как бы едем дальше, да, мы сравним это с произведением, где мы видим не только обживание форму полюптика, но и его трансформацию. Это памятник, который тоже относительно недавно был отреставрирован, и к нему снова привлечено внимание специалистов. Это «Альтих Кунтурикио», написанный для Теружинской церкви Санта-Марейда и Анджели, и она же Санта-Марейда и Фусси. И вот тут мы видим совершенно другую структуру, архитектуру рам, да, тут нет уже этой системы пределы контрфорсов, и пределы здесь как бы и была, да, она есть, вот эти две ее части, связанные со святым Афгустином и со святым Иеронимом, я в разных частях поместила, но она здесь присутствует уже не в качестве несущего элемента, а она присутствует здесь в качестве дополнительного изобразительного поля. И если мы сравнили ее, да, с политикой Грифонией, то мы понимали, что ее новая рама, которую мы здесь видим, это не просто применение ордера, вот в политике Грифонией тоже были ордерные элементы, они тут как бы соседствовали с готической архитектурой. А это не просто стилистические элементы, а они придают этому политику сходство с архитектурным фасадом. Действительно, можно себе представить эту конструкцию как ренессансный фасад с тремя порталами, с валютами, которые компенсируют базиликальный разрез, и с двумя масштабными ордерными декорациями в нижней и верхней частях. Ну, и вот на этой цели я собрала примеры, которые, да, приводят она вот рисунок Джулианна Сангала на проекции, и классические христианские памятники Альверти, которые вот эти приемы и сходную структуру фасада демонстрируют. Другими словами, полиптик сохраняет вот это, да, свое бесуходное стремление, которое было и в латических полиптиках, а именно служить внутренним фасадом в интерьере храма. В латической полиптике так иногда и называют литературу, что это внутренний фасад, как внутренняя стенка, в латаре. Интересно, что церковь, для которой был создан этот образ, она сейчас, к сожалению, очень сильно изменила свой облик, она была секуляризована и очень безображен празднейших вмешательствами, сейчас это выставочный зал. Но это пирожицкая церковь, которую в августинские короники, получившие ее в 1468 году, перестраивала с 70-х по 1505 год. И, конечно, в это время они перестраивают ее в ренессансных форм. Достоверно известно, что как раз в этой церкви было три полуцерковных порта в атласе, для которых мы можем увидеть вот в этом соколе, того, что сделано из церковь в позднейшее время. Ну и ордерные декорации мы можем судить по сохранившимся элементам вуатор. Известно, что в интерьере была алтарная преграда, как и в любой церкви не существующих орденов. И, потому что осталось, мы можем увидеть, как с помощью ордерных форм была оформлена алтарная апсина. Таким образом, да, мы знаем, что это вообще этот алтарный образ, один из наиболее хорошо документированных вообще в истории алтарного образа. И известно, что его создание еще до контракта с Пентурики, вообще еще до выбора художников, начали с заказа рамы. То есть сначала придумали раму, сначала сделали раму, а потом уже, исходя из структуры рамы, появляется все остальное. То есть это сознательный выбор. И, да, мы не можем точно сказать, что он вталяет фасад, мы можем сказать, что формы рамы второй, да, ренессансовому фасаду конкретному или вообще. Программа этого политика тоже вполне традиционная. В царде мы видим благоматерь с младенцем и иану крестителем, который реализует тему боговоплощения, как предпосылки поскупления. Мы видим иану крестителя маленького, который пророчит в грядущую миссию. И мы видим двух патронов, да, патрона Орденского, Святого Агустин, и патрона Донатра, Святого Иранима, который, наличие которого было обусловлено человеком, который очень надседовал этот заказ, Луки Мелькиора Дегора. И мы видим, что, да, это дополнивая сцена благовещения, и, соответственно, христа мужа Скорбей, который воплощает идею искупления. При этом, да, при полной традиционности этой программы, аналогами, которую мы можем найти и в 14 веке, и в большом количестве, мы видим, что изобразительный язык пентурики, он самый, что именно, есть прогрессивный, да, это мы видим во всяких деталях. Тут и нидерландские мотивы, да, нидерландские кризаревые вставки, да, и нидерландские всякие тут орешки, прозрачные стаканы, да, как символы, символы Бога Матери Христа, и орнамент из гротесков, и всякие ренессансовые архитектурные мотивы, и пейзажи, характерные для Умлийской школы. И очень интересная деталь. Какое-то время думали о том, не является ли вот эта модель церкви, которая удерживается в теории, моделью, собственно, церкви Санка Марина Ильянжева. Мы пришли только, что нет, и предполагают, что этот пантеон, и такая же конструкция, ее не разглядеть может произведения, встречается и в пейзаже. Ну, то есть вот почему это здание, почему он дважды встречается, пока непонятно. Вот. Таким образом, мы видим, что восприятие людей того времени нет конфликта, как раньше мы априори думали, между старым форматом архаичным политикой и новым запозитным языком. более того, у архаического формата, как мы понимаем, насколько мы возвращались, и важные преимущества перед этим новым форматом. И, конечно, эти преимущества связаны с большими количествами заглазительных полей, которые позволяют реализовать гораздо более сложный программ. К тому, что мы сказали, мы должны, конечно, дополнить еще фрагменты Супределла, где святой Агустин рассуждает о Троице, встречает ему пляжи на берегу. Малыша, который вычеркивает ложкой моря, и святой Агустин говорит, что делать, что делать. Ну, примерно то же самое, когда ты подрожишься рассуждать о Троице. Ну, и святой Агустин, как отшельник, который, несомненно, является именно в этом качестве образцом для агустинцев, которые сами отшельники. Вот. Значит, и тут мы должны вспомнить, что на виду с магистральной линией и развития Пала Куадра в Флоренции существуют всякие альтернативные формы. Да, это вот еще один пример. Покажу, Пьетро Перуджино тоже для августинцев создан. Например, еще более сложную политику, двустороннюю его структуру. Тоже напоминается, которая ренессансного фасада. И с двух сторон тут присутствует совершенно разная тема. Даже не будем вдавать с особенностями программы. Важно же то, чтобы каждое из этих произведений по отдельности довольно долго существовало. Ну, только как отдельная практически картина и образ. И тоже относительно недавно все соединилось именно в политику. Так вот, наряду с магистральной линией, развития такого единого центрального алтарного образа, организованного перспективным принципом, с самого начала в той же флорианции существовали всякие альтернативные формы, которые были нацелены именно на сохранение большого количества экспрозитных полей. Вот это реконструкция первоначального облика, благодаря за Марко. Ну, то, что он сохраняет проделы и контрфорсы, это понятно. Но я хочу обратить внимание вот на эту статусную пикону в распятии, который, конечно же, компенсирует традиционный верхний ярус доминиканцев и политиков, в котором центральное место занимало страстная сцена, и, как правило, это было распятие, которое должно было обязательно оказаться на одной оси с молодым с младенцем, который символизировал его воплощение. Правда, одного формата возможности нет, и вот эта иллюзиалистическая вставка – это такой очень гениальный выход в франжере, который работает из этого положения. Значит, но это все-таки редкий случай исключительный, и гораздо более частыми стали вот эти решения, распространяющиеся как раз в конце 15-го и в начале 16-го века, когда алтарный образ получает люнет-навершия, то есть это дополнительный элемент, и это как бы дополнительный элемент архитектурный и иконографический. Особенно интересны, конечно, произведения, которые соединяют жарописную центральную панель со скульптурным люнетом, так как замечательное «Луговещение», на котором мы привыкли, по воспроизведению в Пушпинском музее, вот с которым мы должны как бы воспринимать вместе с парой кадра Пьера Дипкозика. Ну вот таких примеров существует довольно много, в разных техниках. Хочу напомнить, что так будет Дерфаэль, где она создается в этой реконструкции, Альдаря Колонна тоже, это реализовано относительно недавно, когда Альдаря Колонна дополнилась и люнетом, и пределой. Ну и мы должны помнить, что излиминита Сикстинская Мадонда Рфаэля, она, в общем-то, тоже относится в таком виде ее люнет, написанной уже не Рафаэлем, хранится в Пельченце, ну и, да, тоже у нее была ренессансная рама вот такого вида. Ну и напоследок, для подтверждения тезиса о том, что многочастность, многоярусность, ее этнографические возможности очень важны, я бы хотела сравнить два политика, созданных для августинцев. У нас много сегодня августинских примеров, в каком-то смысле это оправданно, потому что августинцы на протяжении всех их столетий, 14-го, 15-го, 16-го, не только сохранили роль и статус ведущих интеллектуалов, но и в каком-то смысле даже к 16-му веку перетянули на себя, слава богу, боминиканцев в этом отношении. И именно они являются авторами самых изощренных и хитроумных сложных программ. И вот мы можем сравнить политик 14-го века и политик 16-го века, это политик Костабеля, созданный в Ферраре, то есть ни центры между собой никак не связаны, ни заказы между собой, конечно, никак не связаны, их разделяют 200 лет, но подходы к использованию этого формата они демонстрируют очень похожие. А вот если мы посмотрим на вместо проджиного инцидента, мы, во-первых, должны сделать ститки на то, что сейчас она выглядит как раз не совсем как политик, но мы должны понимать, что она дошла в обрезанном виде, у него точно, конечно, он верхний ярус еще один, как минимум, у него тоже, скорее всего, было пределом. Но даже исходя из того, что мы видим, мы тут видим множество рядов фигур, которые для зрителей Закушеного, тем не менее, складываются в многоуровневую программу, которые демонстрируют несколько уровней прочтений. Во-первых, это универсальный христианский, там мы видим в центре Богоматерь, которая одновременно и Цариса Небесная, мы видим у ее трону и ангелу, и одновременно, собственно, Богоматерь. Она окружена ангелами с цветами, символами Богородицы, или поддерживающими ее подушки трону. Эта центральная линия наверняка была поддержана еще образом верхним ряду, но на это, да, и этому образу Богоматери хода действительно предстоят святыли самые разные, и это любое ядро смысла любого вообще политика, любого авторного образа. Но на эту основу накладывается программа гораздо более специфическая, которая связана с саморепрезентацией августинского ордена, которым мы рассчитываем не на всех, а, собственно, на августинцев. И сама идентификация августинцев реализуется тут двояким образом, во-первых, через подбор святых. Если мы глядимся на этих святых, то мы увидим тут помимо, собственно, апостолов, и помимо, собственно, евангелистов, дорогу в нижнем ряду, мы увидим трех персонажей, которые, ну, как бы, соединение которых друг с другом само по себе странно. Да, вот здесь это святой Франциск, это Николай Борицкий, и затем тут святой Василий Пики, который вообще редко в итальянских досках встречается, одетый к тому же монахом, соответствующим своего устала. С другой стороны, мы видим святого Бенедикта в цистерцианских облачениях, мы видим святого Антония Аббата, да, то есть основателя вообще ошейнического монашества, и дальше мы видим святого Агустина, которого под его таким епископским облачением проклятывают одеяния самих августинских монахов. И, знаете, последний – это патрон города с гусями, святой Цербуги. По гусям его можно опознать. Значит, почему они все собраны вместе? Мы видим, что это основатели разных монашеских орденов и авторов монашеских уставов. И таким образом они оказываются образцами духовными, житийными и всякими другими для самих августинцев, тщательно подобранными. Значит, второй способ для саморепрезентации – это аллегорическая и репрезентация, собственно, августинских идей. Агустин и связь с которыми августинцы особенно деталировали, именно потому что они поздние ордена, они основаны самим святым Агустином. И вот тут мы именно с этой второй идеи связаны нам совершенно уникальными политикой вещи, а именно включение аллегорических фигур. Аллегории распространены в монументальной жерке всех его времени, но в досках они встречаются в королеветках. И здесь мы видим три фигуры. Это аллегории теологических добродетелей, веры, надежды, любви, которые сидят на разноцветных ступенях трона, отписанных и, соответственно, окрашенных собственными цветами, и они держат собственные атрибуты, веры, зеркала, надежды, паши. Это зеркало, в котором отражается троица, и любовь, пронзенная сердцем. Все эти мотивы и образы, они не только находят освещение и отражение в сочинении святого Вагустина, в его трактате о Троице, в его учевидении на углавлении теории, надежде и любви, но они и являются актуальными для августинской мысли 14-го века, о чем свидетельствуют всякие сочинения, собственно, августинцев из массы маритимы. Они такие, ну, локальные, конечно, но, да, не свидетельствуют об их актуальности. Ну и, конечно, последняя тема, это, конечно, тема распространения Слова Божьего, которая тоже была очень важна для августинцев. Мы видим здесь тоже не самое тривиальное изображение евангелистов. Иоанн изображается открытым кодексом, на котором начерпана первая буква «Аль». Он только начал в первой евангелии писать. И, помимо того, что Агустин также комментирует учение о Логосе, создает научение о Логосе, основанное на комментариях к Иоанну Леониану, мы видим и других юмористов с кодексами. И мы должны вспомнить, что одна из главных своих задач августинцы, как и доминиканцы, считали учение, которое, собственно, является залогом их успешной миссионерской деятельности. Вот, так что мы тут видим несколько уровней доступных разных людям, да, кому-то приятно видеть святого паттерна города, какую-то центральную тему, а агустинцы видят здесь свое. Начинаем, переходим к XVI веку, и что мы тут видим? Что, в общем-то, ничего не изменилось, да, на первый взгляд, политик Кастабеля, который делают художники позднего Возрождения, Доса-Доси, Горофула, он демонстрировал первичную нам силу, да, богоматерь с молодецами и предстоящими святыми, тут и Иероним, и Супер Андрей, в которой церкви, для которых было Солдова эта вещь, создавая Феррари, и ангелогилизм. Причем над ними ряд ангелов, которые держат свитки с цитатами из пророка Исаии. Эта цитата, она определенная здесь. Соответственно, по сторонам мы понимаем, что это место предстоящих святых, изображены цветы воины. Это покровитель Феррари, Святой Георгии, и это Святой Себастьян, который не выглядит предстоящим, как бы, он будет мученик, но это место относительно престола Благовандии. И, наконец, во втором ярусе мы видим двух отцов церкви Святого Амбросия и Святого Августина. Причем Августина облаченного в одежде своего ордена отшельников августинцев. И, наконец, на вершине мы видим образ воскресшего Христа. Опять же, да, вот за совершенно центральным смыслом, богородичным, ходатайственным, который подкрепляет фигуру в церкви мы можем увидеть гораздо более специфическую и исторически актуальную программу, которая связана с вот этой цитатой. То есть, эта цитата, она позволила раскрутить и понять программу, в которой они все складываются. Эта программа, тоже концепт, который был разработан и Святым Августином Гадиоландским, и Святым Августином это концепция справедливой войны. А справедливой войны, которая легитимизируется и становится победоносной благодаря как бы божественному санкционированию. Почему обращаются к этой теме? Ну, тут есть всякие детали, которые подчеркивают, например, вич у Святого Авгруса. Значит, и это же тело поддерживается святыми воинами, которые фланкируют этот образ. Почему эта тема актуализируется? А вот это связано уже с историей Феррары, которая непосредственно предшествует заказу этого образа. Образ был заказан, Антонио поставили. Это правая рука Альфонсо Тесте, феррарского герцога, в тот момент, когда он занимает должность бенфуаньера церкви, предводителя папских войск, и ведёт очень успешную анти-венециансскую компанию Камбреевскую веку. Тем не менее, несмотря на победу при Белизелло, дальше Альфонсо начинает конфликтовать с папой, альфонсо заключает альтернативное эмоциональное обстранство и так далее, продолжает играть с Венецией, несмотря на мир. и папа сначала просто гневается, потом лишает вызывания филоньера, потом отключает и его сначала церкви, а потом и всю Ферраро, да ещё и злоёвы Мутун и Рейджа. Альфонсо сопротивляется этому мужественно и, включая очень важную битву при Равене в 1512 году, она произошла в пасхальном воскресении и заставила важного густинца, да, и гидий из Ведерба, говорит о том, что это поражение является знаком Божьего неудовольствия, что, как бы, сама история преобразует судьбу папства. Значит, всё это длится до смерти папы в 1513 году. Лет десятый отменяет все ограничения и приближается к Альфонсо, и, соответственно, после этого Анатолию Кастапель заказывают этот образ. Понятно, что эта победа воспринималась как совершенно логичный итог этой справедливой войны. Какова же роль августинцев, спросив себя, если она здесь, помимо этой исторической актуальности? Оказывается, что августинцы видят свою роль в этой истории как одну из самых центральных. Почему? Потому что они начинают идентифицировать с третьим орденом отшельников, который пророчествовал в 13-м столетии Ахимфорский. Орден, который приведет всех к спасению. Так, как он францисканцев, начало 16-го века, августинцы себе присваивают эту роль, и, соответственно, августин в отшельнических одеждах здесь репрезентируют именно эту идею. Соответственно, спросим себя, как без формата политика можно было добиться этой многослойности смыслов, этой многомерности образов, а программа, которая оказывается актуальна, например, и в религиозном, и в политическом отношении, оказывается, что это не очень легко, чем, в мой взгляд, обусловлено сохранение формата политика вплоть до этой информации. Спасибо.